Айна Гуль, хочу немножко разобрать фотографии, которые для клиента по съемке предметки. Во-первых, несколько моментов нужно отметить. Если мы снимаем для каталога, для онлайн каталога, для Каспии и так далее, фон, если он белый, он должен быть идеально белый. Сейчас фон немножко розовит, немножко темнит, темнее, чем должен быть. Вот смотрите, здесь вот по цифрам, да, даже можно смотреть, вот здесь вот эти цифры высвечиваются, когда я навожу мышку на белый фон. Они должны быть максимально ближе к 250, по-моему. Сейчас вот мы выровняем и посмотрим, какие цифры вот здесь будут высвечиваться. Так, во-первых, что можно сделать? Есть селектор баланса белого, вот эта пипетка, который выставляет белый цвет по той точке, которую мы указываем как белый цвет. Ну, в любом месте, да, кликаем и находим. И сейчас я вижу, что он немножко для меня зеленит. Я бы немножко все-таки добавила в розовый и экспозицию подняла бы. Вот, смотрите, сейчас цифры здесь показывают 92, да, и так далее. Вот, видимо, наверное, ближе к 100 должно быть идеальный белый. Я бы добавила еще контраста. Можно попробовать в хайлайтс в свете убрать, уйти в минус, да. Но у меня сейчас белый становится немножко серее. Так, точка белого попробуем в плюс увести. И однозначно я бы поработала с текстурой, чтобы выявить вот эти вот все прожилки, которые есть в камушках, да, чтобы детальки в них были более подчеркнуты. Вот то, что появляется вот здесь в тени, как бы немножко зернистость, ну, даже не зернистость, я не знаю, как это назвать, оно нормально смотрится, потому что так увеличивать вряд ли кто-то будет, прям сильно. Ну, если даже увеличить, то это, в принципе, технически неплохо. Текстуру и четкость я бы тоже чуть-чуть приподняла бы, да. Вот, теперь следующий вопрос стоял вот в чем. Если мы сделали настройки в одном кадре, и чтобы повторить их на все остальные, что мы можем сделать? Я сейчас, у меня выделен, вот он беленький, первый кадр. Я довожу мышкой до самого последнего, удерживаю shift, щелкаю на последнем. У меня выделяется вся моя лента. Нажимаю синхронизировать и убираю галочку с обрезки, crop. Нажимаю синхронизировать и все настройки, которые у меня здесь отмечены галочкой, они повторятся на каждом кадре. То есть мы видим, что каждый кадр становится вот с такими настройками. Это раз, да, по поводу белого цвета, контрастности, текстуры, четкости, вот это мы проговорили. Теперь следующий момент. Обязательно с клиентом нужно проговорить, какой размер файла должен быть. Какой размер файла в плане сколько мегабайт, какая по высоте ширине должна быть, должен быть размер. Квадратный должен быть или какие-то другие пропорции. Например, сейчас, если мы посмотрим, да, вот, вот это квадрат. У Айнагуль, у вас сейчас выставлен пропорции непонятно. Вот это ни квадрат, ни что, ну, то есть что-то, что-то от себя, да, размер. Например, возможно, можно даже обговаривать с клиентом, какие у вас идут пропорции в размере белого поля вокруг фотографии, да. Например, здесь побольше. Если мы сделаем здесь, то здесь, может быть, оно будет уже, как бы, изделие будет смотреться более крупным, крупнее, да. Или также. Нет, вот здесь он, кажется, меньше, да, а здесь вот чуть-чуть побольше. Вот эти моменты тоже обговаривать. Квадратное должно быть или какие-то другие пропорции. Может быть, пропорция, там, 4 к 5, да. Вот об этом говорятся. Обычно на сайт нужны какие-то определенные размеры и тоже размеры в мегабайтах, да. Может быть, там нельзя превышать 6-4 мегабайта, да, или нельзя, чтобы фотография была меньше, там, 1 мегабайта. Может быть, какие-то такие технические требования. Об этом тоже нужно с клиентом обговаривать. Субтитры создал DimaTorzok ДimaTorzok